Вы знаете, я последнее время покупаю акции и решаю, что это надолго. И я думаю, блин, вот давно я не смотрел свой портфель и решил, думаю, может быть его перетряхнуть немножко. То есть некоторые акции выросли и может быть что-то из них продать, потому что, ну, вряд ли они уже вырастут. И я собрался было продавать одну из акций, но что-то я замешкался и правильно сделал. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. У меня в портфеле было два четких лидера. Это Тинькофф Банк, акции, которые куплены через СПБ в долларах. Они выросли более чем в три раза. И вторая акция, которая была тоже в лидерах, это акции индийской компании Тата Моторс. Вы, наверное, думаете, что это за компания такая и откуда она взялась. Это индийская компания, крупнейшая, так сказать, автомобильная компания в Индии. И если вы не знаете, что это такое, ну, я вам скажу так. Наверное, вы слышали про компанию Land Rover английскую. Да, и многие хотят Land Rover, так сказать, там купить себе. Так вот, индийская компания Тата Моторс купила фирму Land Rover. И сейчас она является основным владельцем Jaguar. Вот, поэтому Тата Моторс это крупнейшая компания и ее продукцию вы все знаете. И смотрю я на Тата Моторс, я купил ее когда-то, смотрите, вот здесь вот. Ну, я уже посмотрел, я сейчас покажу, за 5,71 доллар, 5,82 тут написано, 5,82 доллара. Я ее купил и она выросла аж до 24 долларов. То есть, смотрите, в 4 раза она выросла. И я думаю, не продать ли мне ее, потому что, смотрите, вот я глянул на график, так вот здесь она выросла, здесь еще один горб. Ну, как бы двойная вершина, думаю, все, дальше она пойдет вниз. Думаю, все, пора фиксировать прибыль. И что-то я подумал, так думаю, ладно, как-нибудь надо зафиксировать прибыль. И, смотрите, хорошо, что не продал. Посмотрите, что произошло дальше. Та-да-да-да-да-данс. Я думаю, блин, как хорошо, что я не продал. Посмотрите, она взлетела и сейчас она стоит, ну вот, она взлетела до 36 долларов за штуку. Буквально с 24 до 36, а потом она, ну, слегка опустилась. И сейчас это у меня новый лидер в моем портфеле. Вот такая история, вообще простая. Теперь давайте, так сказать, к брокерскому отчету. Вот я открыл брокерский отчет сейчас. Смотрите, вот она, Tata Motors Limited. Значит, это не совсем брокер. Да, балансовая стоимость ценных бумаг, если кто не знает. Значит, смотрите, открытие брокер, отчеты и налоги. Раздел вот, отчеты и налоги, балансовая стоимость ценных бумаг. И можно посмотреть, когда были куплены эти бумаги. Так вот, находим Tata Motors. Вот они. Депозитарные расписки. Ну, они торгуются в виде депозитарных расписок. Смотрите, куплено 01.06.2020 года. Скоро будет полтора года, как они куплены у меня. Всего полтора. Надо три года держать, чтобы не платить налог на прибыль. Налог на прибыль с разницей между покупкой и продажей. Поэтому мне еще полтора года их держать, как минимум, я считаю. Ну, вот я думал, а может быть продать, потому что налог-то 13% я сэкономлю, а вдруг они не вырастут больше. Вот такая вот дилемма. Смотрите, что произошло. Значит, 01.06.2020 года я их покупал по... Тут написано... Да, 5,82. 5,82. Цена в валюте расчетов. Куплено 20 акций на 411 долларов. И куплено это было на 8243 рубля. Цена в рублях 411 за штуку. Значит, соответственно, 20 умножить на 411 – 8243 рубля. Ну, так мы находимся в России, то, так сказать, весь учет идет в рублях. Вот, поэтому, значит, за 5,82 доллара были они куплены. И на текущий момент, я повторяю, они стоят... Ну, вот, в данный момент, прямо сейчас 32,37, сегодня 20 октября 2021 года. Очень приятная штука, на самом деле. Почему я их купил тогда? Ну, я просматривал информацию, просматривал аналитику, просматривал, на самом деле, вот примерно... Какую аналитику? Вот, примерно такую. Market Watch. Она на английском языке, на самом деле. И, ну, кто-то там рекомендовал эту компанию к покупке, потому что говорили, что очень хорошие перспективы. Я их купил, я об этом не пожалел, вы видите, да? Я уже не помню, кто советовал. Ну, там была аналитика, там был фундаментальный анализ. Говорили, что очень интересная компания, очень перспективная и вообще восходящая, с одной стороны. С другой стороны, когда я рассматривал формирование портфеля, вы помните, что портфель надо диверсифицировать по активам, по валютам, по видам активов и по странам. И, в частности, говорилось, что есть, ну, большие перспективы у Индии предполагаются, и поэтому, в общем-то сказать, ну, было, как бы, не то что пожелание, говорилось, что неплохо бы, наверное, и индийские компании иметь в портфеле. Ну, вот это все вместе, как бы, привело меня к мысли о том, что купить акции Tata Motors Company. Вот, что же произошло с Tata Motors на самом деле? Давайте посмотрим, вот я вывел, опять же, информацию по Tata Motors, вот она, вот это, ну, вот, за месяц, например, да? Вот, вот здесь вот я ее хотел продать, вот, и она полезла вверх. Так, Tata Motors Limited, что произошло? Jaguar Land Rover Owners Toxic Source on 1 Billion EV Deal. Что случилось? Смотрите. Акции Tata Motors индийского владельца Jaguar Land Rover взлетели на 20% после того, как автопроизводитель достиг договоренности продать 15% компании, ну, и дальше, значит, информация. Компанию производства электрических автомобилей ТПГ-фонду, то есть, часть компании, ну, в компанию вложился, грубо говоря, один достаточно большой инвестиционный фонд TPG и другие инвесторы, которые повысили стоимость до 9,1 миллиарда долларов. Вот таким образом, то есть, взлет был обусловлен вот именно этой покупкой, именно этим вложением большого фонда. Я об этом не знал, и вот как раз 13 октября 2021 года вот об этом было объявлено. Очень приятная новость. Вот такие истории бывают с акциями, то есть, не всегда они падают, они часто растут, растут очень сильно, да и вообще, на самом деле, вот сейчас я вам покажу свой портфель, оказывается, что чем дольше, как правило, мы держим акции, тем больше в нашем портфеле получается зеленых позиций. Зеленые позиции – это те, которые выросли, красные позиции – те, которые упали. То есть, фондовый рынок растет непрерывно, он растет, он падает, и, соответственно, мы эти акции, ну, то есть, нам становится приятно, то есть, они все растут, и портфель, соответственно, растет. Вот, что еще я хотел сказать по поводу этой компании, ну, если смотреть новости, то в новостях было следующее. Так, stocks moving in Thursday, Tata Motors, минус 5.30. Вы понимаете, что происходит, когда мы видим новости? Новости. Те, кто выросли, самые, так сказать, акции, которые выросли больше всего за прошедший, ну, за прошедший день, вот они, акции. И losers, те, которые потеряли больше всего. И, как вы думаете, где находится Tata Motors? Вот она, Tata Motors. Ну, правда, она упала меньше всех, на самом деле, то есть, на последнем месте стоит по падению, то есть, меньше всех упала. Но shares fell 5.7% to 31.86. Tata Motors recently raised... Короче говоря, Tata Motors упала. Вот что в новостях. Ну, она упала после того, как выросла на 20%. Друзья мои, ну, я не знаю, это можно назвать плохой новостью или нет. Да, это, как называется, это взлет вот такой, да? И, ну, кто-то купил на взлете на максимум, потому что думал, что взлет продолжится, а он не продолжится, он упал. Поэтому, ну, какие выводы? Надо держать акции, чем больше, тем лучше. Надо инвестировать надолго. И надо ждать, чтобы не платить налог. Посмотрите, ну, акции выросли уже у меня. Давайте еще раз посмотрим. Значит, ну, грубо говоря, с 6 до 30, это в 5 раз акция выросла. И что? Я сейчас, если ее продам, то какой же налог я заплачу? И зачем мне его платить? Ну, наверное, не стоит. Наверное, не стоит еще подождать полтора года, тем более, что рынки продолжают расти. А что вкладываться? Ну, я не знаю, шило на мыло менять зачем. Вот. И давайте еще посмотрим, вернемся сюда же, значит, на аналитику. Вот, я зашел в открытие, в инструменты, нашел этот инструмент, заявки показатель стакан прогноз. Вот оно. На основе аналитиков, я не знаю, что. Ну, в общем, 33% покупать, 33% активно покупать. Вот так. И, ну, прогнозная цена 36,47 доллара плюс 12. В каком масштабе это, я, честно говоря, не знаю. Какой временной масштаб, но я буду держать дальше, наверное. Вот такая вот компания, вот такая история. На сегодня все. Спасибо за внимание. Лайк. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, готовы ли вы инвестировать надолго? Или вы все-таки предпочитаете трейдинг? Какие видео вы хотели бы видеть? На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи.